здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема посев и естественно потому что все сроки поджимают и вы должны поторопиться 8 февраля мы начинаем сеять томаты прекрасный день для посева значит сто раз меня не спрашиваете почему 7 число выпало потому что если вы смотрите календарь какой-то хоть какой-то бы у вас был под руками кроме того что вы там сами придумали соседка сказала вы должны понимать что есть такие дни где стоит звездочка и в эти дни посев категорически запрещен значит либо луна уходит совсем либо это полнолуние либо полная безлуния то есть когда она уходит совсем либо новолуние вот эти дни противопоказано для посева и за 12 часов до наступления этого дня сеять уже нельзя поэтому 7 число выпало 8 11 9 10 11 это для перцев как я понимаю значит 11 12 это уже еще раз томаты козерог и там можно сеять все абсолютно сельдереи петуньи пореи и так далее знаете когда я говорю что ребят давайте сеется пораньше потому что выпадов бывает очень много до посеянные перцы и баклажаны в середине января до имеют свои проблемы я вам уже говорила что из 4 из 5 семян 4 из 5 семян 3 из 5 семян 2 у нас есть время пересеять кто категорически против посева перцев баклажан был в январе но сейчас то уже пошевелитесь немножко потому что это долго растущие культуры и ничего хорошего вы не получите потому что те кто живет на теплом юге они высаживают все гораздо раньше то есть у них товарная продукция появится уже в июне месяце и сеять надо все таки и там и перцы и томаты и баклажаны все таки раньше чтобы высадить южа не будут высаживать уже в апреле месяце но в самом начале мая так думаю в открытый грунт северяне будут высаживать в июне месяце но при этом мы должны добиться результата северяне я же северенко чтобы у нас томаты были уже с цветом и перцы и баклажаны и уж конечно земляника вот здесь стоят два ящика обратите что у них с обоих сторон то воткнута зубочистки там где заканчиваются ряды посеянных каких-то определенных сортов и у каждой такой зубочистки стоит естественно бэджик помните была такая мода прям вот у ну эти бэджики были прям на всех не знаю даже страна менеджеров все их носили вот здесь на груди я нашла им приспособление да в пачке где-то 500 штук и мне хватит на долгие годы просто они удобны тем вот я возьму пустой удобно тем что все запаковано в полиэтилен легко из кармашка глубокого вытаскивается вот такая вот бумажка да на ней очень удобно написать тут аташе написано а я пишу допустим да какая фирма какие томаты и какого числа все это посеяно и потом уголками потому что их много я и вставляю в эти контейнеры все это не намокает все это никуда не теряется стоит они сущие копейки поэтому если вам удобно сделайте также что значит посеять ну это означает посеять так чтобы уже как бы да не возвращаться к этим ящиком закрыть почвы все но я не могу испортить семена посеяв раньше положенного срока не по лунному календарю поэтому разложив семена я их естественно обработала раствором циркона на каждое да семечко по капельке вот так вот внесла да вот люблю я покопаться вот такой мелочи но я их не буду закрывать почвой пока не наступит тот благодатный день для всход для всходов замачивание семян это не значит что они коснулись почвы они могут лежать на почве но они еще не посеяны только лежать вы можете в салфеточки в платочки замачивать но замачивать не значит держать их прямо вот в воде в какой-то ничего подобного слегка отжатая платочек или там какая-то тряпочка чуть волглая и в нее завернуты семена чтобы они набрали влагу и успели открыть ну свою эту одежку так скажем да шкурку этого семечки а вот когда я закрою это почвой это и будет посев естественно это я закрою 8 февраля земляника вот здесь пересеяна но это было очень рискованный день 7 февраля но у меня не было выхода значит бывают такие обстоятельства в жизни пересеяна земляника по той причине что ну выпада очень много пока не знаю по какой причине все сделано вроде как идеально ну так бывает либо не взошло совсем семена не очень хорошие либо у меня руки кривые значит ну вот то что касается посева да это опять же почва насыпанная в два слоя первый слой а потом триходермин после того как я закрыла триходермин вот зараженные семена половы знаете как это называется даже не по моему полова называется да есть такое злаковое растение значит потом земля потом я раскладываю семечки на каждая семечка разведенный раствор циркона ну или две капли на 50 миллилитров или 4 капли на 100 миллилитров я до беру затыкают дырочка есть такая вот у пипетки я отправляю в емкость и потом поднося каждому семечку приоткрываю там есть такое отверстие наверху приоткрываю и по капельке старательно на каждое семечко капаю раствор циркона это касается всех семян если вы хотите чтобы энергия роста у них было лучше чем написано даже на пачке семенами земляника обработана вся абсолютно и я надеюсь что эффект будет хороший я все это вам покажу но на этом я закончу посев простой вы все запомнили сверху семена земляники не закрываются вовсе здесь будет пленка натянута и дырки сделаны эти семена 23 сантиметра ну два хватит засыпаю почвы чуть посуше чем та которая в контейнере все ложкой столовой вот очень удобно все это выровняю и все это прикрою полиэтиленовым пакетом либо просто газеты и уберу в теплое место у меня ванна теплое место и уберу до начала всхожести этих семян на этом все про посев а а а Редактор субтитров А.Семкин